Сегодня в Сочи более тысячи почетных доноров России. Быть донором для них – это норма жизни. Спасая жизни людей, таким образом они становятся героями даже в самых обычных ситуациях. В Сочи основными потребителями такой крови считаются пациенты родильного отделения перинатального центра. Затем в переливании нуждаются онкологически больные. Большое количество донорской крови поставляется и во вторую больницу для пациентов с язвенной болезнью. В четвертой горбольнице станции обеспечивают в основном травматологическое отделение. У нас всегда запас есть, потому что мы обеспечиваем сейчас все больницы города. Наша станция обеспечивает все, включая Адлерские больницы, Хостинские, Лазаревские, все больницы, которые есть у нас в городе. Поэтому у нас всегда есть запас. Запас плазмы обязательно, это запас постоянный. Она находится у нас сейчас в связи с законом о карантинизации. Постоянно определенное количество на выдаче и плюс та, которая в хранилище для постепенной выдачи. Свежезамороженная плазма – это единственный способ остановить кровотечение. До сих пор ученые не изобрели заменители человеческой крови. Владимир в это кресло садится в 42-й раз. Скоро ему будет присвоено звание почетного донора России. От этой крови зависит чья-то жизнь. И это жизнь самая главная сейчас. Сложнее всего, наверное. Пока здоровье будет позволять, будем сдавать. Считается, что доноры – это люди, умеющие по-настоящему сострадать и делиться с ближним. Другие важные критерии для желающих стать донором – возраст старше 18 лет, вес более 50 килограммов и отсутствие противопоказаний. А утверждение, что донорство вредно для здоровья – антинаучно. Наоборот, сдача крови полезна, говорят медики. Она приводит к улучшению эмоционального состояния человека. Хоть в России и существует постоянная потребность в донорской крови, в нашем городе дефицита в ней нет. Регулярно хранилища пополняют сочинские студенты в рамках различных благотворительных акций. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Всем доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok